Друзья, всем привет! Меня зовут Юля. Вы на моем кулинарном канале Сладкий персик. И сегодня мы с вами продолжаем готовиться к Пасхе, потому что для нее остается все меньше времени распространять рецепты, оценивать их и покупать необходимые ингредиенты. Потому что в день перед Пасхой, вполне вероятно, в магазинах уже все разберут. Сегодня мы с вами готовим невероятно вкусный заварной кулич с желтым, мягким, красивым мякишем. И этот рецепт очень простой, но по времени достаточно долгий, потому что это такой классический вариант кулича, когда мы делаем опару, ждем, когда она поднимется, затем замешиваем дрожжевое тесто и ждем, когда поднимется уже оно. Поэтому времени на него у вас идет достаточно много, заложите побольше, но вот трудозатрат здесь очень мало. Сначала готовим опару. Берем небольшую мисочку или стакан, наливаем туда теплое молоко, можно подогреть его в микроволновке или на плите, но обратите внимание, что молоко должно быть теплое, примерно 40 градусов и ни в коем случае не горячее. Насыпаем туда 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку муки и все дрожжи. Накрываем полотенцем и убираем в теплое место примерно на 30-40 минут. На нашей опаре должна появиться красивая пышная шапочка. В принципе, опара показывает то, что дрожжи у нас работают, они активны и с ним ничего плохого не случилось. Дальше мы берем кастрюлю, наливаем в нее оставшееся молоко и добавляем сливочное масло. Доводим до кипения на достаточно тихом огне. Как только молоко закипит, добавляем в ковшик 2 столовых ложки муки, выключаем огонь, хорошенько перемешиваем тесто венчиком и убираем с плиты. Наша часть заварного теста готова. Пусть она у нас где-то постоит и немножко остынет. У нас с вами есть опара, есть заварное тесто и теперь мы готовим третью составляющую этого кулича, это основная часть теста. Берем яйца, хорошенько их промываем, это обязательно, я об этом постоянно говорю, и отделяем белки от желтков. Желтки немножко взбалтываем солью, это можно делать обычным ручным венчиком или вилкой, затем добавляем половину сахара и весь ванильный сахар. Вот здесь уже хорошенько взбиваем белки миксером, у нас должна получиться такая красивая, пышная, белая масса. Белки мы взбиваем со второй половины сахара, тоже используем белки. Используем миксер. Венчик, если вы используете один миксер, обязательно хорошенько промойте. Здесь нам не нужна консистенция такая устойчивых пиков, как для меренги, например, да, для безе. Нам нужно просто получить такую пышную белую массу. То есть белки должны хорошо взбиться в пышную пену. К взбитым белкам добавляем куркуму, сметану и сливочное масло комнатной температуры. И все это хорошенько перемешиваем до однородности. Теперь у нас все части теста готовы, и пришло время собирать наш кулич. Мы берем либо чашу миксера, если вы будете замешивать тесто в миксере, я, например, так и делаю, у меня достаточно такой профессиональный миксер, я руками тесто уже давно не замешиваю, мне так удобнее. Либо берем какую-то большую кастрюлю, в общем, то, где вы будете замешивать кулич, и обязательно, чтобы она была большая, эта емкость, чтобы тесто у нас еще поднялось, и ему было куда подниматься. Я собираю кулич так. В чашу миксера отправляю желтковую массу, добавляю туда белковую массу, опару и заварное тесто. И все это хорошенько перемешиваю до однородности. Затем начинаю постепенно частями добавлять муку, и постоянно тесто замешиваю. Чем удобно делать миксер, и тем, что у тебя свободные руки, и тесто постоянно замешивается, ты просто стоишь и муку добавляешь, это очень удобно. В принципе, ложкой тоже можно, можно кого-то позвать на помощь. Продолжение следует... Когда всю муку добавили, мы замешиваем тесто еще достаточно долго И опять-таки очередной плюс миксера тем, что ты не устаешь Потому что тесто для куличей в миксере у меня замешивается примерно 10-15 минут Тесто для куличей, особенно такое классическое, подготовленное классическим опарным способом Оно любит, когда его долго замешивают Тесто в идеале у нас должно практически не приставать к стенкам посуды и к венчику Замешиваем тесто, накрываем его полотенцем и убираем в теплое место подняться примерно на 1,5-2 часа Лучше оставить на 2 часа, тогда тесто поднимется больше и куличе у нас получится еще вкуснее Здесь лайфхак Я всегда ставлю минимальную температуру в духовке, у меня это 50 градусов И убираю вот эту вот кастрюлю с тестом подниматься в духовку И обычно это происходит быстрее То есть вместо 2 часов я могу сделать тесто за час Тесто у нас поднялось в 2 раза, может даже и больше Мы его достаем, аккуратно обминаем и добавляем туда изюм, если используем, или цукаты В общем, любой наполнитель, который вам нравится И теперь аккуратненько перемешиваем ложкой или лопаткой Миксер здесь использовать уже не нужно Дальше берем формы для куличей, у меня бумажные, я их больше всего люблю И просто раскладываем наше тесто по ним Здесь обратите внимание, что формы нужно заполнять примерно на половину или чуть-чуть больше Потому что куличи при выпечке, они достаточно сильно поднимутся, им нужно место, куда расти Ставим куличи в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 45 минут Здесь очень важный момент Точное время зависит от многих факторов От мощности вашей духовки и от густоты теста, которая у вас получилась Потому что оно все равно чуть-чуть у нас варьируется И тем более от размеров форм Естественно, куличи в маленьких формах, они будут готовы быстрее, чем кулич в какой-то большой форме Поэтому при возможности используйте одинаковые формы для куличей Чтобы не было такого, что там у вас один какой-то большой кулич не допекся А маленькие уже перепеклись и пересохли И ни в коем случае при выпечке не открывайте дверки духовки Иначе куличи могут опасть Чтобы куличи у нас не опали после выпечки, я делаю так Постилаю какое-то махровое мягкое полотенце Кладу куличи на бочок и накрываю еще полотенцем Так они у меня лежат Остываю, а после этого я их уже ставлю, как обычно И украшаю глазурью У нас получаются просто прекрасные, очень вкусные куличи С желтым, невероятно вкусным мякишем Обязательно такие приготовьте Я буду ждать ваши отзывы в комментариях Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайк этому рецепту Потому что мы для вас очень старались Пока!